Всем привет, с вами Алекс и сайт rempc.by В этом видео хотелось бы продолжить тему Мафии 3 Так, значит, не забывайте, ссылка на страничку, на которой я собираю всю возможную информацию по Мафии 3, будет в описании То есть здесь она в одном месте, все в одном месте лежит То есть вот, совершенно все собираю по дням, фиксирую 8, 9 октября Вот по патчам, все расписал, даже, даже, то есть все скриншоты всевозможные прилагают Вообще это видео по тесту видеокарт, сейчас, секунду, я перейду Смотрите, то есть появился вот патчик без DLC на 579 мегабайт Вот буквально, так сказать, в течение часа назад все добавил, все скриншоты Поэтому не забывайте про эту страницу, все видео, все здесь выкладываю, все в одном месте То есть очень круто Как по мне Так, значит, что, в этом видео хотелось бы посмотреть Таки, почему вообще появился тест Достаточно-таки надежный по видеокартам И почему все-таки многие игроки пишут, что игра на 960-ке, там, ну, на средних невозможно играть И так далее То есть, ну, вообще я удивляюсь, потому что, ну, на низких, по крайней мере, я на своем ведре могу играть Описание моей конфигурации будет под видео Конфиг моего компа Я думаю, почему они пишут на 970-ке не могут играть Думаю, да как так, вроде бы же я на низких играю То есть 40 кадров без проблем есть, играть можно в мафию Но, на самом деле, давайте посмотрим Вот буквально вот чуть, ну, вот В течение часа, можно сказать, появился такой вот Обзорчик Тест видеокарт в мафии Ну, я вам говорю, это просто край Это просто... Теперь понятно, что в мафию, ну, забудьте, со слабыми компами С такой оптимизацией, с этим кривейшим, просто крайне неоптимизированным портом Но невозможно почти нормально поиграть И так, тест от Гуру 3D Стабильное, нормально, такой сайтец То есть, тестирует видеокарту во всевозможных играх Стабильное 60 FPS в 1080p Способен обеспечить лишь Титан Икс Это этот монстр, там, за сколько, не знаю, тысяч, там, или тысячу, или больше Сколько он, блин Не смотрел В общем, очень крайне много стоит Так, ладно Продолжают появляться бенчмарки Mafia 3 Каждый из которых продолжает подтверждать плачевную ситуацию с ПК-версией игры В этот раз тестированием видеокарт занялся сайт Гуру 3D И вот, что у них вышло Смотрите, ребята, настройки Ну, правда, максимальные, влупили настройки DirectX 11 на Windows 10 64-битные тестировали Максимальные настройки То есть, смотрите, 960-ка Это карта, на которой реально сейчас можно играть еще во все игры Во все, на высоких Пускай не везде на ультра, но на высоких настройках можно играть Это отличная карта, 960-ка И та же 9, 380-ка, 780-ки тоже Это хорошие карты, игровые Но в мафию их на ультра невозможно играть Вот, 26, 30, это и то Это и то, блин, наверное, при там их идеальных материнках Памяти, памяти в этом тестом стенде То есть, на самом деле, 60 фпс То есть, многие просили Дайте, дайте нам разблокируйте фпс до 60 А 60 могут получить только, ну, видеокарт по 500 долларов и выше То есть, зачем большинству? Ну, ладно, у 10-15% уже появились видюхи 1060, 1070, 1080 GeForce Окей, появились И что? И все равно 60 фпс там не получите Посмотрите 1060-ка на 6 гигабайт памяти Выдает 42 фпс Все, на максимуме То есть, вот вам ваша видеокарта За сколько она сейчас? Там долларов 300, наверное, или сколько? 1060-ка Я что-то подзабыл, блин Не смотрел последние цены на них То есть В общем, смотрите, ну, мало у кого, конечно, есть такая видюха Даже такая хотя бы RX 480-ка Да, заявлено на 200 долларов Но в Россию приходит уже, наверное, может по 300 Поскольку они там стоят, не знаю То есть, вот он RX 80-ка 40 кадров Ну, теоретически можно Ну, все, что ниже 960-ки Это невозможно играть, фактически Ну, на высоких настройках То есть, нужно все снижать Ну, и, соответственно, графику получите 5, 6, 7, 9-ти летней давности Соответственно, ну, игра крайне не оптимизирована То есть, я не знаю То есть, это какой-то край Это Full HD 1080p Что же до Ну, Quad HD То здесь, ну, вообще просто Просто край То есть, тридцатку не могут обеспечить Ну, вот только Только с 980-ти То есть, можно тридцатки кадров поиграть Ну, фактически неиграбельно Мафия в этом разрешении Просто там нужно слай, наверное, из 1080-ок Хотя ни одного из 80-ки В принципе, 40 кадров Но будут проседания По-любому все равно ФПС скачет в игре И это уже просто так Ну, я не знаю Может, патчи появятся Вот сейчас первый патч, который появился Кстати, не забывайте Смотрите все видео Которые вот я выпустил последний И патч И как установить там И попробовал его И, ну, реально Разблокирует 60 FPS Но Честно говоря Нужны еще, наверное, патчи Потому что Ну, чисто консольная игра И зачем такую была ПК-версию выпускать Да, ну Блин, выпустили бы через полгода Ну, через год даже Ничего страшного Тут заработали Ну, чувство Столько возвратов будет Это просто край Ну, сегодня еще не забывайте Сделаю Подведу итог Сейчас еще про Шерстю, так сказать Информацию По форумам По сайтам По соцсетям Что там по мафии Что может Какое интересное Появилось И сделаю еще сегодня Итоги Часов 9 выйдут За 9 октября По мафии 3 Но, смотрите Пополам тянет игру При 30 фпс Давайте посмотрим Ну, я забыл Сейчас Давайте Реально посмотрим Сколько сейчас стоит Титан Икс Так, Титан Икс Сколько у нас сейчас стоит? Так, это в белорусских 83 миллиона Ну, по тысяче Стоп Какое? Тысячу Тысячу у нас Два Стать Титан Титан слай А зачем мне слай? Стоп, цена Цена Дайте-ка я заценю Титан Икс Один С предложений на маркете Давайте посмотрим У меня тут Как всегда Миллиард закладок Нет Тысячу 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 с чем-то Долларов Это просто Титан Вот обычный Титан Титан в Титан в слай А, это ноутбук Ноутбуки Все понятно Обычный Титан Стоит Фактически Вот В среднем Тысяча Полторы Тысячи долларов Ну, тут даже не тысяча Тут уже тысяча Полторы Да, полторы Получается От полутора тысяч Долларов Стоит До Почти Двух Ну, не почти двух В общем От полутора До Тысяча Восьмиста Так скажем Наверное Где-то так Ну, представьте Чтобы на ультра В мафию Поиграть При 60 фпс В 1080p 1080p Всего лишь Распространенный формат На высоких настройках В мафию Поиграть Вам нужна карта Ну, 60 фпс Которую все просили Чтобы разблокировали Вам нужна карта За полторы тысячи долларов Ну, я понимаю Что русским игрокам Ну, ладно Скажу, что там За 90 тысяч Вам нужна карта Тогда за 90 тысяч Рублей Если как Русские ребята Смотрят Карта за 90 тысяч Рублей Ну, вот Делайте вывод Что такое Новая мафия Ну, это край какой-то Плюс Ну, здесь еще есть Такие небольшие Расследования Самих игроков Теперь по процессорам Дела тоже неутешительны Core i5 Производительность ДСК К современному i5-6400 Разогнанный До 4,2 ГГц Грузится На 50-70% Это прямо Намекает На отвратительную Процессорную Оптимизацию Нет 60 фпс Может и будет Но до 45 Просадки Будут частыми То есть, имея слабый процессор В этой игре Делать нечего Что уж подтвердилось В отзывах на форумах То есть, слабым процом В мафии вообще Делать нечего То есть, ну А многие еще хотят Там на куадах 4-х ядерных Неизвестно каких лет Запустить Ну, ребята То есть, не делайте Эти ошибки Поймите, что Нужен Нужен более-менее Современный процессор Для игры Всем советую взять Хотя бы что-то такое Как AMD FX 6300 Я его брал Даже когда я его брал Наверное, уже Год или два года назад Я его брал За 100 долларов То есть, получается 6 тысяч на русские Или два миллиона На белорусские А по новым деньгам 200 рублей Даже дешевле Можно взять То есть, представьте То есть, возьмите себе Этот новый Прот 6-ти ядерный Или аналог FX 6300 Или аналог от Intel И забудьте вообще Про какие-либо проблемы Все, наверное На этом пока все С вами был Алекс И сайт Rempc.by Не забывайте Смотрите Ссылка на статью По игре В описании Где Ну, все Рассматриваю Любую информацию Складываю сюда По игре И ждем Следующих патчей Несомненно Как только Выходит что-то новое Я сразу же все Добавляю По дням Вот 9 октября Сегодня Что добавлял Ну и сегодня Не забывайте Сделаю Итог дня 9 октября На этом все С вами был Алекс И сайт Rempc.by Спасибо за просмотр